Добрый вечер! Эпизод из Великой Отечественной войны. Нашим бойцам было приказано остановить колонну танков. На это им дали только ручные гранаты. Хотя и предполагалось, что колонна пройдет по дороге, но никаких ограждений, ни мин, ничего не было выделено. Опытные бойцы понимали, что это последние их сутки. Но командир не растерялся. Неподалеку от дороги лежала куча. Рядом был завод металлургический. И вот от него осталась эта куча шлака. На удивление всем бойцам, командир приказал опустошить все вещмешки и таскать на дорогу эту кучу шлака. Ну, как можно больше перетаскать. Бойцы устали, измотались, но все-таки смогли около двух километров засыпать этим шлаком участок. Утром пошли немецкие танки. На удивление всем, третий танк вдруг ни с того ни с сего потерял гусеницу. И встал. Потом поочередно встали все остальные семь танков. В итоге восемь танков просто встали на этой дороге. Так же и встал танк-эвакуатор, который немцы послали. Немцы, не дураки, пехоту не стали отправлять. Наши тоже не стали нападать на эту колонну. И командир просто доложил начальству, что задача выполнена, колонна остановлена. Что и требовалось. В итоге бойцы были все живы. Причем не потрачено ни одной гранаты. Начальство ответило, что можно уходить, как оказалось. Командир отучился в свое время на технику по холодной обработке металлов. А шлак этот был непростой. Это был никель-шлак. Это страшный абразив. И пальцы гусениц просто не выдержаны. В итоге гусеницы просто отваливались. Вот такая смекалка командира спасла жизнь целого батальона. Еще одна история о нашей русской смекалке. Но произошла она уже в современные годы. Был такой в советское время завод по выпуску зубных паст. Они выпускались в тюбиках. Но был большой процент брака. Некоторые тюбики попадались пустые. Тогда завод решил потратить много-много денег и решить эту проблему. В итоге придумали весы, супер-мупер весы такие, которые взвешивали каждый тюбик. И если там обнаруживался пустой тюбик, то загорались лампочки, конвейер останавливался. Все вставало. И рабочим приходилось отыскивать этот тюбик. Ну и удалять и снова запускать потом конвейер. А начальство все это дело контролировало. И когда вот эти весы были запущены, какой-то процент брака, конечно же, уменьшился. Но потом, через какое-то время, вообще пропали эти пустые тюбики. Начальство не понимало, что случилось. Брака нету и пустых тюбиков тоже нету. В принципе, пустые тюбики должны были быть. Но их не было. Как оказалось, рабочим надоело бегать. И один из них придумал такую вещь. Он просто поставил около конвейера вентилятор. Обычный вентилятор, который сдувал эти пустые тюбики с конвейера. Вот и все.